Шри Шримен Бхактивидан Таванагасвай Махарадж, 14 января 2021 года, Бразилия. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В утренней Харикатхе я вам рассказал, что сегодня очень благоприятный день. Макара Санкранти Сегодня Макара Санкранти День, когда солнце достигает самой южной точки своего движения. В этот день религиозные люди служат Господу, поклоняются Ему и принимают омывание в Ганге, совершают Ганга Снан. Также совершают раздачу пожертвований, занимаются благотворительностью. Все, что мы делаем в этой жизни, зовется кармой, и она вернется, эта карма вернется к нам в следующей жизни. Какую бы карму мы не совершали, хорошую или плохую, результаты, соответственно, плохой или хорошая карма вернутся к нам в следующей жизни. Один богат, другой же очень беден. Почему? Что является причиной этого? Так это или нет? Почему? Возможно, даже два брата, одни и те же родители, но один брат богат, а другой беден. Один очень умен, а другой муракха. Не так силен в своем уме. Один, к одному очень быстро приходят деньги, без труда, а другой прикладывает все свои усилия и с трудом зарабатывает лишь только на поддержание своей жизни. Обычно люди в это время начинают ругать себя, в особенности начинают ругать Бога. Вы иногда ругаете Бога или нет? Почему вы ругаете Его? «О, Господь, почему у меня нет денег? Почему я беден? Почему у меня нет прекрасной, красивой жены?» «Господь, в чем я привинился?» Некоторые так говорят. Иногда вы спрашиваете, почему нет хорошего, красивого мужа? Так это или нет? Бывает такое? Иной раз вы вините Бога во всем этом. «Почему мой муж такой плохой?» «Почему мой муж не богат?» «Почему мой муж не совершает баджан и садану?» «Почему мой муж материалист?» Иногда вы спрашиваете себя, в чем причина? Так вы задаетесь этим вопросом и вините во всем Бога. Откуда придет ответ? Ответ есть у вас. Ответ лежит в вас самих. Представляете, шастра говорится. То, что вы делали в прошлой жизни, какую карму вы совершали в прошлой жизни, хорошую или плохую, результаты сейчас приходят к вам в этой жизни. Результаты деятельности вашей прошлой жизни приходят к вам сейчас. В прошлой жизни вы совершали хорошую карму или нет? В соответствии с вашей деятельностью к вам приходят результаты. Поэтому Кришна в Бхагавадите сказал, «Вадикарастама бхалейшу кодачан». Кришна говорит, «Все имеют право совершать карму». Но Кришна говорит, «Я обязан дать соответствующие плоды». Хорошая карма, соответственно, придут хорошие результаты. Все, что мы получаем в этой жизни, зависит от наших прошлых действий, действий нашей прошлой жизни. Если вы посадите бамбуковое дерево, посадите в землю семена бамбукового дерева, то что вырастет? Что вырастет? Вырастет бамбук. Логично. Если вы посадили бамбук, то вырастет бамбук. А если вы посадили семя манго, то в конце концов вырастет манговое дерево. И впоследствии оно даст плоды манго. В чем заключение? Заключение следующее. Что бы к вам не приходило в этой жизни, хорошее или плохое, это все соответствует вашей карме в прошлой жизни. Кто хочет страдать? Кто ищет несчастье, дубки? Вы хотите страдать? Поднимите руку, кто хочет страдать? Только сумасшедший поднимет руку. Или великий садха поднимет руку. Кунти сказала так. Кунти сказал, я хочу страдать. В Шуме Бхагавате есть стути, которую вознесла Кунти. Она сказала, господь, пошли мне проблемы, чтобы я помнил о тебе. Мы не просим, мы не ждем, но несчастье, проблемы приходят в нашу жизнь. Парикшат Махарадж задал следующий вопрос Шакадеви Госвами. Тогда Шакадеви Госвами Пад произнес одну прекрасную шлоку. О, Парикшат Махарадж. О, Парикшат Махарадж. Послушай, в этом материальном мире люди совершают карму. Какую карму они совершают? Они работают, тяжело работают. В поисках счастья и желают, чтобы все несчастье ушло с их пути. Но что приходит к ним? Какие результаты к ним приходят? Одно несчастье, дукхалья. Возможно, иногда они получают немного счастья. Но это счастье, его совсем немного. Особенность его совсем немного в сравнении с несчастьем. Шакадеви Госвами Пад сказал, мы делаем все в поисках счастья. Но что получаем в результате? Одно лишнее счастье. Одни страдания. Как в материальном мире можно найти счастье? Шримад Бхагавадгити, Кришна объявляет этот мир, это дукхальям, шашватам. Обитель страданий. Материальный мир полон духи, полон страданий. Поэтому в этом мире невозможно найти счастье. Мы должны отправиться туда, где счастье есть. Если вы отправитесь на берег океана и будете испытывать жажду, вы не сможете пить океанскую воду, она соленая. Таким же образом, есть множество примеров в Бхагаватах, которые показывают, которые нам говорят, мы должны направиться туда, где есть счастье, где есть блаженство, где есть счастье, туда мы должны пойти. Поэтому шастры объявляют, ананда май бхьясат, ананда май бхьясат, ананда май бхьясат. Снова и снова идите туда, где все заряжено счастьем, где повсюду есть счастье и блаженство. Что это за место, где есть счастье? Это ананда дхама, трансцендентный мир, духовный мир. Тот, кто отправится на Вайкундхэдхаму, никогда больше не вернется в материальный мир. В материальном мире люди совершают множество хорошей кармы, раздают пожертвования, помогают бедным. Поэтому они отправятся на сваргалоку, на райские планеты. Но когда их пунья карма, когда результаты их благочестивой деятельности закончатся, они снова вернутся в материальный мир, снова вернутся на землю. Однако Кришна говорит, Моя обитель Галокадхама, трансцендентный обитель, тот, кто отправится туда, тот, кто достигнет ее, никогда больше не вернется в материальный мир. Это означает, Бхагавада дхама, Вайкундхэдхама. Это то, куда мы должны стремиться. Одна из имен духовного мира, Ананда Дхама, обитель блаженства, обитель счастья. Но вы не знаете, где находится Ананда Дхама, где это обитель полное счастья. Поэтому Сату, Гуру, Вайшнавы, они очень милостивы. Они указывают нам путь, они дают нам буквально адрес, где находится Ананда Дхама. Они не просто дают нам направление. Саду, Гуру, они очень милостивы. Они берут нашу руку в свою, они берут нашу руку в свои руки и ведут нас в эту Ананда Дхаму. Понимаете? Майя, но Майя, отнюдь Майя, она очень могущественна. Возможно, вы хотите слушать Харикадху, так к вам придет подруга, подружка и скажет, пойдем. Не нужно слушать Харикадху. Вот так могущественно Майя. Так это или нет? Майя нас сводит вниз по наклонной прямой. Майя говорит, зачем ты одел шафрановые одежды? Пойдем со мной. Такова обязанность Майи, тянуть всех вниз, в противоположную сторону от Бога. Но Гура Ваишнава говорит, пойдем на Галоку Вриндавану. В особенности Господь Чайтане Махапрабу. Что он сказал? Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 лодки Харинамы. Просто вступи на корабль Харинамы. В эту кальюгу невозможно совершать никакую другую практику. Вчера я объяснял, невозможно медитировать на Господа, невозможно совершать огненное жидоприношение, даже невозможно правильным образом поконяться божеством Господа. Невозможно также совершать аскезы. Но в кальюгу есть очень простой способ. Можно просто повторять святые имена. Харинам Наука Гхани, Шри Гуру Кандари. Просто примейте побежище, лотосный стоп Гуру. Кришна, Чайтаня Махапрабху возьмет вас и отвезет на Галокавриндавану. К чему я говорю это? Сегодня очень, в крайней степени, благоприятный день. Макара Санкранти. Гуру и Вайшнавы дают нам столько пожертвований. Проводят благотворительность для нас. Что мы можем дать Господу? Господь, Он парипурна. Он атмарама и аптакама. Он уже все имеет, и все его желания исполнены. У Господа есть богатство, все могущество. Он является Бхагаван. Имеет шесть качеств, которые уникальны. Доправляются в своей полной степени. Айшвари Сасамагра Савиряси Ашаса Шри Агьянан. Вайрагеш Чайва Шанам Бхагаматингана. Первое. Это Айшварья. Его могущество. Вирья. Господь очень силен. Он направляет всеми. Брамаджи. Направляет Брамаджи. Шюджи. Разрушитель вселенной. Индра. Царь небесных планет, райских планет. Все они предлагают свой поклон лодостным стопам Кришны. На санскрите его зовут Парипурна Бхагаван. Он полон всех качеств. Парипурна Бхагавана. То есть, Дэвс не рефлетит в todas эти запуленции. Тотом, комплект и пуренции. Парипурна Бхагавана. Парипурна Бхагавана. Парипурна Бхагавана. Вечная его красота увеличивается, увеличивается. Каждый момент он все красивее и красивее. Его красота никогда не утрачивает свою сладость. В материальном мире все, в конце концов, состарятся. Но Бхагаван, Господь вечно молод, вечно находится в своем юном облике. Господь Вишну, насколько же он прекрасен, всегда в своем молодом облике. Господь Рамачандра тоже проявляет себя в прекрасном молодом облике. Кришна, то же самое. Его форма так прекрасна и красива. Господь Чайтани Махапрабху. Посмотрите, насколько же он красив. У них нет бороды. Нет усов. Они не растут у них. И также нет седых волос. Они всегда очень прекрасны, красивы. Смотрите, щечки Махапрабху подобны прекрасным сладостным расагулам, индийским сладостям, сладким шариком, пропитанным сиропом. Шастра говорится. Альвейтам Аджютам Анадим Ананта Рупам. Адвейтам. Он один такой. Он неповторим. Это Брама Самихита, 5 глава, стих 33. И он Аджюта. Непогрешимый. Или тот, кого нельзя победить. Анадим. Безначальному. Ананта Рупам. Обладающему бесконечными образами. Матся, Вараха, Курма, Нарасимха. У него есть множество проявлений. Аддем Пурана Пурышам. Навайова Нам Ча. Навайова Нам Ча. Всегда он вечно молод. И в форме Деуса, когда видишь маи жови, маи новови сожи. Беде Ису Дурла Бхам. Просто изучая Веды, невозможно его достичь. Аддурла Бхам Атма Бхактав. Только преданные Господа. Только не могут очень просто достичь Его. Почему я говорю это? Господь вечно молод. Вечно находится в прекрасном юном облике. Это проявление Его шри, красоты, четвертого качества. Все ищут красоту. Один английский поэт написал, красота – это истина, истина – это красота. Кто является абсолютно истиной? Господь. Поэтому Господь также является красотой, проявлением этого качества красоты в Его полной мере. Истина – это красота, и красота – это истина. А кто является наивысшей истиной? Абсолютной истиной. Это Господь. Кришна. Он – садь-те-сваруб, само олицетворение истины. Сандарьям, его красота, уникальна и неповторима. Это проявление шри красоты. Айшвариасия, самагрысия, вирясия, яшаса, шрия, гьяна. Он имеет знания в полной форме. Все знания. Господь имеет все знания. Он знает обо всем, материальное знание, трансцендентное знание. Все это проявляется из самого Господа. На самом деле, Он является источником всего знания. Яна, вайраги, шестое его качество – это вайраги. Что это такое? Отречение. Он от всего отречен, ни к чему не привязан. Он совершенно отречен. Таковы его шесть качеств. И также он – Атмарам и Абтакам. Все его желания исполнены. Он удовлетворен в сам себе. Что же мы можем дать Ему? Что Ему нужно? Один преданный однажды. Спросил. О, Господь, Вишну. Что я могу дать тебе? Что я могу предложить тебе? О, Господь, Твой дом – полон дриоценных камней и богатства. Что я могу дать тебе? Грихича Падма. И твоя жена? Она называется? Она называется Лакшми Деви. Это сама богиня удачи, Шри Лакшми Деви. Возможно, ваша жена живет Лакшми Деви. Он спит на улице. Возможно, вашего мужа зовут Буви Пати, владелец земли, управляющий всей землей. Но он спит на улице, у него нет никакого имущества. Но у Господа, Его имя олицетворяет его. Жена, Господа Вишна, это Лакшми, богиня удачи, Лакшми Деви. Поэтому преданный спросил, о, Господь, что я же могу дать тебе? Тебя же уже все есть. Ты имеешь все. Ты имеешь все богатство. Как же ты могущественен. И к тому же ты, Атмарам и Абтакам, удовлетворен сам себе. Все твои желания исполнены. Этот преданный не мог разрешить вопрос. Господь, что же могу дать тебе? Что могу предложить тебе? Этот преданный думал и думал над этим вопросом. И в конце концов, преданный пришел к заключению. У Господа нет одной вещи. Я могу предложить Ему это. Есть кое-что, что нет у Господа. Так что же это такое, чего нет у Господа? Что Ему нужно? Скажите. Ум. Молодец, ты прав. Хорошо ответил. Хорошо ответил. Потом стихия объясняется. О, мой Господь, Твой ум украли гопи. Означает, что у тебя нету своего ума. О, Господь, О, Господь, когда ты ходишь, пасти коров. Ту гопи, крадут твой ум. Гопи похитили ум Кришны своим взглядом из уголков их глаз. Понимаете? Глаза очень могущественные. Кришна крадет сердца преданных. Кришна украл сердца гопи, а гопи украли ум Кришны. Поэтому Кришна сказал, дайте мне ум. Потому что у Кришны нет ума. Мои гопи украли у меня ум, поэтому мне нужны умы преданных. Что же мы можем предложить Господу? Что мы можем дать Ему? Наш ум. У Кришны нет всего ума. Его похитили. Я не думаю, что мы можем дать ему. Я не думаю, что мы можем дать ему. Продолжение. Чала-чижа-дабрэ-джан, чар-я-на-пасун, нали-на-сундарам, на-тате-падам, 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 в этом стихе говорится, когда Кришна ходил пасти коров, по гопи, издалека смотрели на Кришну и своими взглядами из уголков глаз украли ум Кришны. Поэтому Кришна говорит, «Мои преданные, дайте мне свой ум». Когда преданные дают Кришне свой ум и снова гопи крадут этот ум у Кришны. Когда муж зарабатывает деньги, получает зарплату, жена потом забирает все его деньги. Тогда у мужа не остается ни копейки в кармане. Таким же образом, Кришна, Он забирает умы своих преданных, но гопи снова крадут их. Поэтому в этом, в этой шлоке, в этом санскритском стихе говорится, что можно дать Кришне, что можно предложить Господу. О Господь, я понял, твой ум похитили, он не с тобой. Это означает, что мы должны предложить Кришне свой ум, отдать Ему свой ум. Кришне. Понимаете? Поэтому в этом санскритском стихе говорится, сегодня очень благоприятный, в крайней мере благоприятный день. Подходящий день, чтобы предложить Кришне наш ум и наше тело. Но в Кригу как можно все отдать Кришне? Просто воспевайте святые имена. Кришне. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Кто же является лучшим донором? Лучшим благодетелем? Лучшим благодетелем? Тот кто? Бхури Даджанах Лучший благодетель? Это тот? Кто? Дает Кришна Кадху, прославляет Кришну. Кришна очень счастлив. Кришна очень счастлив. Мамикамин саранамбра-джа Грахамтван сарва-папе-бхо Мокшами-масуча Фрима Бхагавады-гита? Фрима Бхагавады-гита говорит «Полностью, совершенно предайся мне». Вы думаете, «Если я оставлю свою дхарму, я отправлюсь в ад». Но Кришна говорит «Не надо волноваться». «Всюю ответственность я возьму на себя. Просто предайся мне». «Сарва дхарман паритя-джа» «Оставь всю дхарму, всю другую религию, просто предайся мне». Это все, что я прошу. «Я уверяю тебя, я обещаю тебе». «Ма, шуча, не волнуйся». «Я… Я Бхагаван, Верховная Решность Господа». «Я очищу тебя от всех последствий греховных поступков. И ты получишь наивысший вид в мухте, наивысшее освобождение. что является наивысшим освобождением». «Тот, кто осознал свой духовный облик и поклоняется Раде Кришне, он достиг мухте. мухте. Мухте означает в своем духовном облике служить Раде Кришне. «Мухте, что говорится, тот достиг мухте, кто осознал свой духовный облик и совершает в нем служение Раде Кришне, Божественной Чете». Это называется радха-дасием. Вы станете служанкой, шимати-радхаки. Итак, просто предайтесь водостным стопам Кришны. И всегда думайте, все принадлежит Кришне. Моё тело, ум, всё это Твоё, о Кришна. Расскажите сейчас короткую катху, в пример этому, из Рамани. Однажды господин Мачандра пришёл к своему гуру Васишти. Он пришёл к вашему гуру Васишти Риши, предложил ему все поклоны, поклонился его водостным стопам. Багаван Рамачандра очень смиренно сказал, «О, Гурадев, я хочу предложить тебе всё, что имею. Всё моё имущество, всё моё царство, о, Гурадев, я предлагаю к вашим водостным стопам, предлагаю к твоим водостным стопам, о, Гурадев. Всю мою айодхю, всё царство, я предлагаю тебе». Тогда Васишти Риши сказал, «Ты прекрасный ученик, теперь всё принадлежит мне, не так ли, не тебе». Тогда Багаван Рамачандра сказал, «Да, Гурадев, всё принадлежит тебе». Тогда Васишти сказал, «Рама, послушай». «Ты правишь айодхю, айодхю дхамой от моего имени». Айодха дхамой принадлежит мне, но ты будешь править ей от моего имени. Рамачандра всегда считал, «Всё принадлежит Гуру Васишти». Таков процесс совершения Баджаны и Садданы. Каждый Саддака должен думать, «Всё принадлежит Гуру и Кришне, нет ничего моего». Просто предложите всё Гуру и Кришне. «Я просто делаю всё от имени Гуру и Кришне. Всё, что имею, занимаю в служении». Но иногда ученики притворяются, «Гурадев, они так говорят красивые слова, «О, Гурадев, всё принадлежит вам, но ваш фотос не особо принадлежит мне». Я такую историю рассказываю иногда. Однажды один Гуру пришёл в дом своего ученика. Этот ученик был притворщиком. Он не был истинным учеником. Когда Гурадев подходил к нему, он говорил, «О, Гурадев, всё принадлежит тебе, но твои лотосные стопы, они мои». С таким экстазом он говорил, «Гурадев, Гурадев, 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 Гурадев!» Но Гуру всё знает. Кто притворяется? А кто является истинным учеником? Нельзя обмануть Гуру и Кришну. Понимаете это? Итак, однажды этот Гуру пришёл в дом своего ученика-притворщика. Гуру знает сердце ученика, он знает, что его ученик двулечен и притворяется. Ни одну копейку за свою жизнь он не потратил на служение Гуру и Кришне. Гуру знает это. Ни одну копейку он не потратил на служение Гуру и Кришне. Хотя я утверждал, что всё принадлежит Кришне. Эй, Навадипа Чандра, Гурадев обращается к ребёнку. Не играй. Иди сюда, слушай харикатху. Эй, присядь. После харикатхи поиграешь. Посадите его в машину. Там он хорошо выспится. Слушайте, слушайте. Я вам дам после харикатхи. Кунчашвари. В Кунчашвари. В Кунчашвари. В Балии. В Балии. В Балии. Видишь? Потом дам. Хорошая девочка. Хороший ученик. Хорошая ученица. Да? Гурдев вращается к маленьким детям. Дети всегда такие сладостные. Итак, Гурдев пришел в дом учеников, в дом ученика, притворщика. И Гурдев знает сердце ученика. Он знал, что сердце этого ученика, оно дволично. На самом деле, он ни одной копейки не потратил на служение Гуре Кришне. Поэтому Гурдев сказал, ученик, послушай, завтра рано утром я отправлюсь дальше, в путь. Но сегодня ночью я не могу путешествовать, я просто у тебя ночью пересплю тебя дома просто. Основлюсь на ночь у тебя дома. Ученик сказал, нет-нет, Гурдев, все принадлежит вам. Но лотосный стоп, они мои. Примите здесь просад. Примите просад в моем доме. Гурдев сказал, нет-нет, ночью я не ем просад. Гурдев говорит, но ночью я не ем просад, не хочу ем ничего. Гуру знает, я это ученик. Он двуличен, он потерялист. Поэтому лучше не применять просад, сразу лечь поспать и на следующий утро как можно быстрее отправиться в путь. Поэтому Гурдев он снял свою курту, другую одежду, отправился принять омовение в близлежащей реке. Приняв омовение, он повторил Гай-три мантры и может быть через два часа, восемь часов, он вернулся восемь часов обратно в дом своего ученика. А ученик приготовил множество различных блюд. В особенности рис, басмати, очень ароматный. Когда Гурдев зашел, он сказал, Гуру Дев, примите просад. Он сказал, я спросил, я не готовь ничего. Но ученик сказал, нет, нет, Гуру Дев, все принадлежит вам. Как возможно, что вы не примите просад? Вы, наверное, очень голодны. Гуру Дев, пожалуйста, прими просад, все принадлежит тебе. Гуру Дев подумал, мой ученик такой скупец. Ни одну копейку он не отдал. Не то, что на служение Гуру Кришне. Даже просто на пожертвование никому не давал. А сегодня он приготовил столько различных блюд. В особенности дорогой рис, дал, сабджи. Ладу, качори, джалеби, маманбог. Много разных блюд. Так уж обыдь, Гуру Дев согласился и принял немного просада. Потом, рано утром, Гуру Дев проснулся, собрал все свои вещи и уже собрался выходить из дома. тогда ученик подошел Гуру Деву дать пожертвование, дакшину. Гуру Дев сказал, нет, нет, в этом нет нужды, оставь у себя. Нет, нет, Гуру Дев, все принадлежит вам, все принадлежит тебе, Гуру Дев. Вот, возьмите это пожертвование. Только лотосный стоп, они мои. Гуру Дев взял туда, дакшину, вложил себе в карман и заметил то, что все деньги, все пожертвования, которые до этого лежали у него в кармане, они пропали. Тогда Гуру Дев подумал, где мои пожертвования, откуда они, куда они делись, они же лежали здесь, в кармане. А ученик, он очень честный, он сказал, Гуру Дев, все принадлежит тебе, а то лотосный стоп принадлежит мне. Что это означает? В прошлом вечером, когда ты отправился совершать умовение, я взял деньги, я достал деньги из твоей курты, купил много разных овощей, наготовил тебе просад, а то, что осталось, отдаю тебе сейчас обратно. Ученик, честно признался, все твое, он говорит, это твое, Гуру Дев, возьми, это твое, это не мое, потому что он это взял у Гуру Дева, достал из его кармана, пока тот не видел. Тогда Гуру Дев сказал, хорошо, я ему преподам урок. Он сказал, ученик, подойди сюда. Гуру Дев, Гуру Дев, вылодосный стоп, они мои. Все, принадлежит тебе. Хорошо. Это дом чей? Твой Гуру Дев. Твой. Телевизор. Чей? Твой, твой, Гуру Дев, все твое. Здесь все в доме. Все. Драгоценности, украшения, телевизор, все это твое, Гуру Дев, все твое. Но вылодосный стопы, они мои. Тогда Гуру Дев сказал, все мое? Да, да, Гуру Дев, все твое, все твое. Гуру Дев сказал, все, все мое, значит, я могу взять с собой? Да, да, конечно, Гуру Дев, все твое, бери, что хочешь. Тогда Гуру Дев позвал лодочника. Он сказал, лодочник, все, что здесь стоит, собери и положи себя в лодку. лодочник, все вынес, ничего не осталось в доме. Тогда жена этого ученика сказала, что это такое? Ты сказал, что все принадлежит Гуру Деву, и Гуру Дев все забрал. Как это понимать? Тогда муж сказал жене, не волнуйся. Перед тем, как уехать, они снова вернутся сюда. они все вернут. Но жена смотрела, Гуру Дев уже все вещи отнес на лодку и уже собирался встать на нее, отплыть. Жена сказала, смотри, и он все забрал и даже не возвращается. Ничего не осталось в нашем доме. Тогда муж сказал, не волнуйся, дай мне нож, да побольше. ты что, собираешься убить Гуру Дева? Спросила жена. Нет, нет. Не волнуйся, я не убью Гуру Дева. Дай мне нож, большой нож. Большой острый нож. Он взял такой большой нож, чуть ли не меч. Уже лодка собралась отплыть от берега. А этот ученик бежит. Гуру Дев, Гуру Дев, подождите. Все, твое, но стопы-то мои. Без твоих лотосных стоп как я могу жить? Я должен отрубить твои лотосные стопы и поставить у себя дома. без твоих лотосных стоп как я смогу поддерживать свою жизнь? Он бежал с таким ножом в руках. Гуру Дев подумал, похоже, этот ученик совсем с ума сошел. Пусть все что же забирает всю свою собственность. Гуру Дев сказал, не страшно, бери все обратно. Только не трогай. Таким же образом, некоторые ученики, не все, просто я сказал эту историю, но некоторые таким же образом они лестят, говорят разные лестные слова. Гуру Дев, все твое, но твои лотосные стопы, они мои. Это все притворство. Мы должны стать как Рамачандра. Рамачандра пришел к своему Гуру Васиште и сказал, Гуру Дев, все принадлежит тебе. А Гуру Васиште сказал, Рамачандра, ты можешь жить в этом царстве, править в нем, но от моего имени. это лучший пример того, как нужно служить Гуру и Кришне. Нужно всегда помнить, все принадлежит Гуру и Кришне. Что же мы можем дать Гуру, наш ум? Тоже наш ум. И никогда больше не забирать его обратно. В своей мантре мы говорим Сва-ха. Когда мы совершаем огненное жертвопоношение, мы произносим Ом Вишек-Сыная Сва-ха. Понимаете, мы говорим Сва-ха. Иногда Брамманы говорят Сва-ха. А другие люди вторят им А-ха. И на раз, я когда прожжу Ягью, я говорю Сва-ха. А ученики говорят А-ха. А-ха. Ученики говорят Гуридев, сколько еще будет длиться Ягья? Я так уже голоден. А-а-а. Живот болит от голода. К чему я это говорю? Нужно полностью предаться Гуру. Поэтому говорится. Вы знаете этот стих? Если вы получили дикша мантры, то вы отдали Себя Гуридеву. Это то же самое как кинуть Ги в огонь. Сва означает душа. А-ха означает предложить. Если вы получили дикша, вы предложили себя Гуридеву, вы не можете вернуть себя обратно. Какую мантру мы повторяем? Никогда не оставляйте Гуру и никогда не оставляйте Харинам. Одну жизнь живите так с таким умонастроением. Либо сделаю, либо умру. Никогда не переставайте воспевать святые имена. Не переставайте повторять Гаи Три Мантры. Те мантры, которые вы получили от вашего Гуру. Одну жизнь совершайте Баджана Садхану. Когда вы оставите это тело, то вы отправитесь в Галлока Вриндавана. 100% Галлока не переставайте и не переставайте Галлока Вриндавана. Гарантийте. Стоит? Гарантийте. Харе Кришна. Харе Кришна. 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 Харе Кришна. Харе Раму. Харе Раму. Раму Раму. Харе Раму Раму. И никогда не общайтесь с теми, кто критикует Гуру и Кришну. Не общайтесь с такими людьми. Никогда никого не критикуйте, просто воспевайте святые имена. Понимаете? Сегодня в Макарасанкранте примите обед. Я никогда не буду критиковать ни одного Вайшнава. Я буду совершать баджану садхану. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Раму 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 Раму. Корректор А.Кулакова Посад?